Добрый день, дорогие друзья! Сегодня компания Делаем Свет делает краткий обзор на светильник Starlight 30 Вт. Я покажу его детали, расскажу о материалах, как его монтировать, что там спрятано внутри, а также как он работает и управляется. Итак, начнем с деталей. Данный светильник у нас с золотой каймой, они бывают с золотой каймой и с хромовой. Светильник сделан из пластика полностью. Здесь у нас традиционно в серии Starlight идут отверстия для того, чтобы создавать звездный эффект. Посередине, где маленький светодиодик, который является ночником, рифленая сеточка. Неизменная тыльная часть также у нас сделана из пластика, частичная из металла. Вот здесь у нас специальная каемочка для того, чтобы монтировать на натяжной потолок. Земля и запитка. Светильник указан как влагозащищенный, то есть его можно устанавливать во влажных помещениях IP44. Так, по поводу основных технических характеристик данного светильника. Во-первых, он 30-ти ваттный и эквивалентен 300 ваттам ламп накаливания, как указывает производитель. Но нужно понимать, что эта мощность при отсутствии плафона. А плафон у нас кушает достаточно серьезный процент от светового потока. Размеры светильника 42 см в диаметре и 7 см в высоту. Мы можем его регулировать по яркости и по цветовой температуре. Так, давайте посмотрим, как он монтируется. Вот тут у нас три отверстия монтажных. Если мы берем центр, то от центра отверстие на расстоянии 4,5 см находится. Между отверстиями 8 см. Так, давайте откроем светильник. Вот так вот движением против часовой стрелки мы вскрываем плафон. Убираем плафон. Видим, что здесь у нас светодиодная плата. На светодиодной плате расположены светодиоды. Теплый, холодный, белый. Также вот это вот светодиод, который является ночником, индикаторной подсветкой. И вот у нас три отверстия для монтажа. Окей. Так, закрываем светильник. То есть, вот эти вот пазы у нас заезжают. Вот эти вот пазы у нас заезжают вот сюда, за эти крепления. Мы ставим плафон после того, как смонтировали. И поворачиваем его по часовой стрелке. Чик. Все, плафон закреплен. Так, теперь как же он работает? Для того, чтобы его привязать у нас еще светильник ни разу не включался и не привязывался, мы должны зажать с вами кнопочку ON и включить-выключать. Так, мы зажимаем кнопочку ON и включаем светильник. Вот он у нас мигнул. Ну, теперь мы сможем управлять светильником. Что можно делать с помощью этого пульта? Кстати, вкратце пульт. Пульт небольшой. Размер пульта 12 сантиметров в высоту и 2 сантиметра в толщину. С пультом идет монтажный стакан, который вы прикручиваете на два самореза к стене, после чего спокойно пультик вот так в стаканчик ставите. Итак, что умеет этот пульт? Ну, естественно, включать-выключать светильник и подадим 100% яркости. Это вот эта центральная желтая кнопочка. Вот у нас светильник загорелся полностью. Эта кнопочка у нас переход в режим ночника. Вот так вот он работает в режиме ночника. Так, обратно подадим 100% яркости. И задиммируем светильник, то есть уменьшим яркость. Вот мы уменьшаем яркость. Так, чтобы показать вам эффект звездного неба, сейчас я уменьшу яркость светильника. Нажимаем вот на кнопочку внизу. И вот теперь вы увидите, как создается эффект мигания звезд через отверстие в плафоне. Так, обратно мы можем прибавить яркость. Сделать более холодным свечение. Более теплым. Так, как бы вам показать, чтобы было понятно. Так, вот это теплое. А вот это холодное свечение. Если вам вдруг понравился какой-то режим, но его достаточно долго выставлять, то есть это не 100% яркости, а допустим, меньше, и более холодное свечение, но не сильно холодное, а немного более холодное, и вы хотите запомнить этот режим, то можно нажать на кнопочку памяти, и светильник вот мигнул один раз. Теперь, когда вы сделаете 100%, а потом захотите вернуть к вашему необходимому режиму, нажимаете просто на эту кнопочку, и он, светильник сам, возвращается к этому режиму, который вам понравился. Если вам был полезен наш обзор, поставьте, пожалуйста, лайк. Если вы еще какие-то вопросы хотите задать, можете задать их в комментариях. Светильник вы можете приобрести на сайте делаемсвет.ру, ссылка на светильник будет под видео. Спасибо за внимание, всего доброго.